всем привет дорогие друзья закончились мои очередные соревнования по жиму штанги лежа без экипировки с прохождением допинг-контроля по федерации в рпф и спр и вот сейчас я приехал в одно из заведений нашего славного города санкт-петербурга для того чтобы перекусить вместе с бандой пенсионеров жимовиков жировиков и так сказать разобрать полет по горячему говорится поехали так напротив меня сидят очень серьезные люди и судя по их серьезным лицам я не очень понимаю что они хотят мне сказать сейчас мы это узнаем поехали гагарин что ли вырубай свою берлогу спасибо михал очень внимательно молодец хорошо с ним выступил показал лучший соревновательный результат да да есть нюансы которые засчитаны не засчитаны но для меня он на его пожал вот для меня был дать вот те в 12 лет какие-то полюции и ты начнешь это шурудить и в конце концов через два года ты находишь что это такое михалыч нашел через месяц после последних соревнований молодец сейчас много тут гуляем я думаю что можно будет через месяцок еще разок выступить да через месяцок через месяцок и когда у михалыча руки станут короче именно то что суставы сотрутся мы уже будем жать другой же совсем уже более французский спасибо огромное до братья как копытца как демона с новым годом итак друзья соревнования уже закончились и сегодня спустя один день я хочу спокойной обстановке рассказать о том как же прошли эти соревнования и что это был за лучшие соревновательный результат который мне удалось показать так тренер самый важный вопрос что сегодня нужно сделать не то что ты не сделал на прошлых соревнованиях минимально 75 михалыч при люди я уже людей заказал если что я один не справлюсь а люди помогут задача ясна выполняем напомню что соревнования те в кирове проходили полтора месяца назад и там я выступил неудачно удачным был только лишь первый подход на сто шестьдесят семь с половиной килограммов и потом после этого два подхода на сто семьдесят пять килограммов были неудачными то есть я совсем не выжил этот вес ни во втором не в третьем подходе здорово привет 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 сегодня вот выступаю реабилитируется надо приехал за тебя валить это что время я снова спортсмена и заодно тебя были реабилитируется как мне сказали надо за киров за выступление в кирове там не пожал то что должен был пожать сегодня должен пожать то что там Сегодня будем сжать по полной программе. Хорошо. Жаловаться начали. Покажи сюда. Жаловаться начали. Всю неделю непонятно чем занимался Алина Кабаева. Обычно когда непонятно чем занимаешься, всегда бывают рекорды. Я обидцую задачу и план на сегодняшний день. Головок, это не из тех людей, которые лежат на кровати звездочкой и ждут счастья. Он может как Кабаева. Я не знаю, откуда я это знаю. Я вообще не понимаю, о чем речь. Ну ладно, я начну разминаться еще не скоро. Примерно через 45 минут. Я приехал на соревнования спокойненько за где-то 2 часа до выхода моей категории. Спокойно взвесился, зарегистрировался и начал готовиться к разминке. Мой вес составил 108 килограммов 400 граммов. К слову сказать, это тот же самый абсолютно вес, с которым я выступал полтора месяца назад в Кирове. Регистрационный взнос за участие в этих соревнованиях составил 3900 рублей. Интересное наблюдение такое, что 3900 рублей это одна тысячная биткоин. А биткоин это всем известная криптовалюта, которая за полтора года скакнула в 10 раз. Я слежу за рынком криптовалют, мне эта тема интересна, и пользуюсь я платформой Currency.com, о которой я хотел бы вам сегодня немного рассказать. На криптобирже Currency.com предлагаются для инвестиций и трейдинга все самые известные криптовалюты, такие как биткоин, эфириум, биткоин кэш, рипл и так далее. Помимо криптовалют, здесь присутствует возможность инвестировать в токенизированные биржевые активы. Их здесь более 2000. Это и акции, и сырьевые товары, и облигации, много всего интересного. На Currency.com можно пополнять аккаунт как с помощью фиатных средств, так и с помощью криптовалют. Ну и очень важный показатель, это одна из самых низких комиссий, особенно для жителей стран СНГ, благодаря открытому счету в российском банке Сбербанк. Все это помогает круто экономить и очень ощущается на дистанции. А если вы новичок, ну, к примеру, как я, то данная криптоплатформа поможет вам на 100% разобраться, как всем этим пользоваться. На их сайте существует отдельный обучающий раздел, изучив который, вы уже будете готовы сделать свои первые шаги, а также возможность торговли на демо-аккаунте, который имеет тот же функционал, что и реальный аккаунт. Это прекрасная тренировка без риска для собственных средств. Если вы достаточно редко бываете за своим компьютером, а пользоваться мобильным браузером неудобно, то и здесь есть выход от платформы currency.com. Это удобное приложение на Android и iOS. Ну и вишенка на торте, друзья. Это акция «Приветственный бонус», в рамках которой каждый из новых лентов может получить бонус 50 долларов. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться, внести не менее 20 долларов и совершить одну левередж-операцию. Подытожив, я с полной уверенностью, советую вам прямо сейчас, приступить к регистрации и торговле на криптоплатформе currency.com. Специальную ссылку на которую я уже оставил в описании. Действуйте. Ну все, ребятушки, погнали. Пошел наш поток. Накосячил на разминке, потом к нему вопросы будут. Хорошо, хорошо. Очень четко размялись. Участок начинается, ты в середине. Хорошо. Сиди со своим вот этим тетрисом. Выполняем. Сиди. На первый подход заказал 170 килограмм, на разминке только что было 160 под команду с паузой. Что не надо было, в общем, делать. Надо было просто касание сделать. Ну ладно. Вроде скорость была. Смотрим, пробуем. Что еще остается? Я с водой, потому что не соглашается. Приговор, не каю. Не стащила. 170 килограммов зашли довольно уверенно. Была даже скорость. Я не почувствовал такого тяжелого давления штанги на себя. Довольно уверенно получилось выполнить этот подход. И во втором подходе я заказал 175 килограммов. И вот тут началось все самое интересное. Давайте посмотрим мою попытку на 175 килограммов во втором подходе. Рейс готов. Рейс приглашается. Рыганов Михаил. Стоп! Рейс! 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 К сожалению, попытка неудачная. Мне удалось дожать этот вес, но попытку данную мне не засчитали. Забегая вперед, я скажу, что я не знаю, по какой причине мне не засчитали этот вес, потому что я не обратился к главному суде сразу после этого подхода и не спросил у него. Я спросил у него потом уже, после завершения соревнований, спустя там час, наверное, но об этом потом. Дожимая этот вес, я лежал под штангой и мне казалось, что дожимаю я ее целую вечность. И я успел тогда подумать о разном, находясь на скамье под штангой. Я начал ее дожимать, то есть она слегка замедленность в той самой мертвой точке посередине, я начал ее дожимать. Я чувствовал, что она, в принципе, идет. Ну, у меня началось вот это вот, как бы, ступенчатое дожимание, когда одна правая рука начинает чуть-чуть отставать, левая выходит, потом правая догоняет. И я вспомнил, что именно по этой причине мне не засчитали попытку на 170 килограммов в конце июня, когда я выступал. Тот же самый был судья, та же самая была федерация. И тогда я посмотрел на него и спросил, почему. Он мне показал именно вот, что, типа, руки неравномерно выпрямились. Дожимая сейчас эту попытку, я понимал, что у меня, да, что-то идет неравномерно. Я такой думаю, ага, мне поэтому не засчитали в июле, в июне. Значит, мне нужно что-то с этим делать. Нужно руки в финальной точке выпрямить одновременно. Я об этом лежу, дожимаю ее. Ну, на секундочку, там, предельный для меня вес, 175. Я ее дожимаю и думаю, ага, надо выпрямить руки одновременно. Так, выпрямил одновременно, дожал. Ставлю на стойки, смотрю на эти фонарики, три красных фонарика, вес не засчитан. Я такой, ну, понятно, улыбнулся, пошел. Паша мне говорит, а ты на стойке ее поставил по команде? Я такой, в смысле? Вот-вот, говорит. Похоже, что ты ее на стойке поставил без команды. Еще подошли там ребята, говорят, ну что ж, Мишанин, надо было дождаться команды финальной на стойке. Я такой, е-мое. Мне что, не засчитали из-за того, что я ее на стойке поставил без команды? Такой, блин. Паша мне говорит, ну, движение было, все, не было, как бы движение там вниз, обратно, двойного движения не было. Типа, выжил, руки ты выпрямил одновременно. И потом уже, да, кстати, я такой думаю, ну ладно. На стойке поставил без команды. Это, типа, ну, галимая техническая ошибка, которая вообще ничего, никакого значения не имеет. Вес, типа, взят, ну, чисто, а вот это вот уже на стойке, это, типа, не важно. Но потом, когда я пришел домой и посмотрел запись, я увидел, что я поставил ее по команде. Судья мне скомандовал на стойке, я после этого поставил. Вот, вы тоже самое можете видеть. Потом я начал пересматривать еще раз, думал, почему же мне не засчитали этот вес. И тут я увидел, что во время дожимания я слегка пошевелил стопой. Левая нога у меня слегка поехала вперед, чуть-чуть съехала, буквально нам, на 5 сантиметров. И я ее вернул обратно. Таким рефлекторным движением я, даже дожимая эту штангу, даже не чувствовал, что у меня там куда-то поехала нога. Еще одно замечание, что ребята, которые выступали чуть раньше меня в других категориях, обратили внимание на то, что помост какой-то скользкий. И Паша мне об этом сказал. Я когда ложился туда под штангу, проверил ногами, и действительно ноги как-то поскользили немножко, но я не стал запариваться, задумываться об этом, думаю, ну ладно, думаю, все будет нормально, короче. И вот у меня левая нога слегка поехала, чик, и все. Давайте еще раз посмотрим на тот предмет того, оторвал ли я задницу. Ну вот с этого ракурса, с которого я снимал, нету, не видно, что есть какой-то прослойка света и какого-то там расстояния между скамьей и моими ягодицами. Получается, что задницу я не оторвал. Я не знаю, я потом подошел уже вот спустя завершение соревнований, там через час, может быть, после того, как все закончилось, к судье. Я думал, что он меня запомнил, там, вот Миша Прогунов, там, известный блогер, там, все дела. На что он мне сказал, что у меня тут вообще каша в голове, я уже не помню, что было пять минут назад, ты меня спрашиваешь о том, за что я тебе не засчитал, там, в попытке час назад. Типа сразу надо было спрашивать, а не потом. Хитко, ну ладно. В итоге, ну, тайна, покрытая мраком, так я и не знаю, почему мне не засчитали данную попытку. Но, дожимая этот вес, я так нормально наелся, у меня вообще забился трицепс, как будто я выполнил там несколько рабочих подходов французского жима. После второй попытки, естественно, я, Паша мне сказал, нужно повторить на 175, пойти на третью, там, что-то сделать, быстро положить, уверенно, там, короче, это все, там, да, да. Но я уже где-то в глубине себя понимал, что никакой удачной попытки уже не будет, потому что трицепс уже все. И, как бы, ну, то, как я тяжело боролся с этим весом во второй попытке, уже мне говорил о том, что никакой удачной третьей попытки не будет. И третья попытка была, естественно, неудачной. Слушай, я, честно тебе скажу, я абсолютно доволен, 75-ка была красивой, ты ее дотерпел, по факту это был все-таки технический косяк, без паузы поставили на стойку, но ты ее вытерпел. У нас было 4 недели, да, поскольку, чуть побольше после соревнований последних, и мы с тобой нашли тот нюанс, который нам позволит, если будет желание на будущее, потихонечку расти, даже для себя в зале. Ну, потому что мы, по факту, на этой подготовке на предел не лазали, хотели на хороших весах, но там был запас и хорошо поработали в дожем. Поэтому ты выложился на втором подходе прям 100%. Жалко, что получилось так. Здесь я не буду кидать слезу. Палыч, спасибо тебе огромное, дорогой. Господи, даже бревна жмут, ребята. Хорошо. Ну, молодец, ну двойка. Расходимся. Подытожим все мои выступления на соревнованиях в 2021 году. Я начал 3 апреля в весовой категории до 100 килограммов. Удачным третьим подходом для меня стал вес 162,5 килограмма. Далее, 26 июня я выступал. Та же весовая категория до 100 килограммов. Собственно, вес 99,5. Я пожал 170 килограммов в первом подходе, но мне не засчитали. Это был тоже самый тяжелый дожим такой. И потом во втором подходе я с этим весом не справился. И в третьем подходе я вообще не стал выходить. И у меня была баранка. Далее. 13 ноября. Киров. Весовая категория уже до 110 килограммов. Собственный вес 108-400. Первая попытка удачная. Лишь была 167,5 килограммов. И две неудачных на 175. И вот сейчас 25 декабря весовая категория до 110. Собственный вес 108-400. Удачная попытка на 170 килограммов. И это мой лучший соревновательный результат в этом году. Получается так по динамике, что я набрал 10 килограммов собственного веса. А прибавка моя соревновательная в соревновательном жиме составила всего 7,5 килограмм за 8 месяцев. Выводы можно делать каждому абсолютно. Я призываю вас делать выводы в комментариях. Пишите там много. Пишите. Высказывайте свое мнение относительно того. Ну, как это? Нужно это оценить. Давайте это оценим. Человеческий мозг, он же постоянно все оценивает. И это давайте оценим. В итоге с результатом 170 килограммов весовой категории до 110. На этих соревнованиях мне удалось завоевать второе место. И вот такую красивую медальку мне дали. Очень, я бы сказал, красивая, классная медалька. Еще в коллекцию моих медалек. Все на сегодня, друзья, наверное. Спасибо вам огромное, что вы досмотрели это видео до конца. Всех поздравляю еще раз с наступающим Новым Годом. Ставьте для себя новые цели. Стремитесь к ним. Достигайте. Желаю вам не падать духом, а наоборот. Мотивироваться максимально, по максимуму и кайфовать от процесса достижения ваших целей. Всем еще раз спасибо. С вами был Михаил Прокунов. Увидимся в 2022 следующем году. Всем счастливо. Пока. Пока.